Сегодня для нас с вами такое удивительное измерение милости Божией. Конечно, духовно это мы с вами богатую пищу получили, престольный праздник, воскресный день. Но вот я, еще один такое измерение в плане погоды на улице, да? Ведь долго эта такая засушливая погода стояла, мы же духовно понимаем, почему засуха стоит, почему все сохнет и выгорает. По грехам человеческим, по нашим грехам это все Господь дает, попускает, вот, и такую вот аномалию. Но вот все-таки вот милость Божия, да, какая она, какая она великая, милость Божия. Вот молятся, молятся о дожде, просят, и Господь милует. То есть по милости Божией такое дается, и вот уже и тепло, и вот так дождик не один раз пройдет уже. Я смотрю, вот поскольку живу на даче, все уже зеленое обновилось, травичка пошла расти, вот красота, огород так посвежел. Вот это, конечно, милость Божия, милость Божия, так что есть надежда, что мы с вами и в этом году с урожаем будем. Ну, будем надеяться, надеяться, всякое может произойти, конечно, смотрим мы с вами там в новостях где-то, влаги столько, да, что заливает там вообще, вот, юг России там страдает особенно там, вот. Поэтому, ну, будем надеяться, что так Господь за наши с вами немощные молитвы, вот какое-никакое все-таки вот покаяние хотим принести, желаем принести, имеем произволение благое, непринужденное, ну, что-то совершаем, не все может быть искренне получается, вот. Но, тем не менее, Господь принимает, принимает и, вот, милует нас и питает. Так получилось, что, ну, вот мы сегодня с вами, в общем-то, праздную память святителя Иоанна Шанхайского, мы с вами прославляем его уход из земной жизни, его представление, да, потому что 2 июля – это дата представления. Вот. И кончина эта была такая подлинно христианская, даже блаженная, как вот читают, читаем мы в житии, в жизнеописании, то, что представилось перед чудотворным образом Божией Матери Курско-Коренной, предала свою душу святую в руки Божией. И вот так получилось, что вот эта вот, ну, уже ушедшая неделя, у меня вот наиболее сильные такие яркие впечатления именно события ухода из этой земной жизни произвело. Вот, получается, в среду мы провожали вечную сестру Иоанну, нашу Богуш, отпевали в державном храме. И на следующий день, Царство Ей Небесное, во вторник 9 дней уже будет, и на следующий день отпевал раба Божьего Андрея. Вот он на 5 лет старше меня, 74-го года рождения, я не знаю о нем, но очень много было людей в храме, и вот такие есть косвенные признаки, которые косвенные, не главные, но тем не менее, они такие существенные признаки, и красивый, красивый, вот так, лик в гробу, вот. Ну, и когда узнал о подробности, тоже вот еще больше я утвердился в том, что еще одного Божьего человека, вот, его проводили в вечность. Ну, вот об этом я бы хотел немножко подробнее поделиться, вот, впечатлениями. Вот с сестрой Иоанной, получается, вот я уже в этом году уже 10 лет исполнилась, как я несу послушание в нашей обители. Ну, мы встречались кратковременно, таких вот встреч, таких продолжительных не было. Только вот уже на таком заключительном уже этапе его земной пути, когда она уже попала на женское подворье, вот мне и довелось с ней начать общаться. И так вот, в общем-то, так, немножко как бы поближе познакомиться с этим человеком. И счет, оказывается, уже, в общем-то, на дни шел, там, ну, на неделе, и потом уже на дни. И вот, вы же понимаете и знаете, что вот живое впечатление, не прочитанное, да, а вот когда ты воспринимаешь вот прямо своими всеми чувствами, вот, да, прикасаешься к какому-то событию, там, к человеку, вот, это более глубокий и сильный след оставляет. И запечатлевается более глубже в душе и в сердце вот этот событие, вот этот человек. И вот я как-то и говорил на отпевании, что вот мне вот довелось так увидеть такого, свидетельство такое получить, что значит, вот, человек не боится смерти, вот, нету страха смерти. Хотя вот уже была четвертая стадия онкологии, и вот, и она показывала мне метастазы, как они там поражали все тело, так, ну, это такое, да, зрелище тяжеловатое. Вот, но при этом, вот, просто в жизнь билось ключом. Вот такой человек исполнен, вот, вот человек сотворен для жизни. И вот эта вот жизнь в ней как-то она не угасала. Вот, тело увидало, а вот действительно бодрости было много внутренней и такой жизненной энергии. Это впечатлило меня. И вот дальше уже рассказывала, ну, как можно сказать, келейница, вот, вот ее там на женском подворье. Но не совсем келейница, келейница-то была ее такая сестра очень престарелая, а была дочь вот этой престарелой сестры, вот. Ну, вот получается, там, кто немножко в курсе, там есть такая Валентина и Улеония. Улеония – это бабушка такая, 90 с чем-то лет, за которой Иоанна и ухаживала в этой келье. А уже вот Валентина – это уже ее дочь вот этой бабушки. Так вот она, Валентина, это рассказывала, что когда она уезжала в больницу, она говорила, что я обязательно вернусь. Там у нее там были планы, которые обязательно нужно воплотить в жизнь. То есть никакого уныния, ничего этого не было. Вот Бог дал ей. И вот в этом испытании вот этой онкологии очень, наверное, много перемен произошло. Но об этих переменах могли бы уже засвидетельствовать те люди, которые уже близко ее знали и раньше. И вот, в общем, я смотрю, духовно красивый человек. Вот за нее уже как-то душа утешалась, не переживала, что духовно там что-то с ней может приключиться. Вот слава Богу, слава Богу. А второй вот этот брат Андрея почивший, вот он, значит, мне сказали вот о нем, вот там в храме, что он, по-моему, в день представления он исповедовался и причастился. Я вот понимаю, что вот просто в день представления, ухода, исповедоваться, причаститься – это же у Бога надо заслужить. Это просто так вот не дается. Либо человек покаяться должен глубоко, так что Господь, вот, либо он достойно очень еще какую-то часть пожил, вот, какой-то отрезок земного пути прошел. Вот. Это милость Божия большая. И у него тоже онкология была, у этого человека. То есть, вот еще вот такое было приготовление необходимое. То есть, вот в двух этих случаях нам с вами, вот, что нужно про рак помнить. Вот мы с вами слышали, что рак называют духовной болезнью. Что это необходимая помощь Божия. Кому Господь дает такую помощь, вот, надо с Божьей, ну, как бы, принимать, попросить у Бога сил это принять, да, чтобы там не пугаться, не роптать, вот, и с Божьей помощью это понести. Это очень сильная, эффективная помощь, которая может сильные изменения произвести в человеке, если он безропотно понесет это за считанные месяцы бывает понесет человек. Еще одно яркое впечатление на меня произвел, это уже гораздо раньше было, что наш брат Виталий Масалович, ну, мне доводилось в какой-то период его исповедовать, причащать, и поэтому, вот, помню, вот, какое у него было состояние. А потом как-то уже, там, другие священники к нему приезжали, а я уже увидел тело, которое в гробу лежало. И те, кто видел, это тоже чудо Божие. Я просто, ну, едва поверил, что это именно о Виталии тело, потому что, ну, вот, такое просто омоложено юношеское тело лежало, хотя при жизни, вот, он, ну, на лет 20, наверное, старше выглядел. Это вот такое преображение произошло души, и, конечно, и тело, и тело, весь состав человеческий. Это тоже такое яркое, сильное свидетельство нам с вами. Это наша с вами очень важная забота. Мы с вами все призваны готовить себя к исходу. И видим, что исход бывает, ну, так вот, как-то, ну, что-то спрогнозировать. Ну, нельзя, вот, никаких гарантий у нас с вами нету. Ты можешь себя превосходно чувствовать, да, и думаешь, вот, жизненной силы много, наверное, я, ну, годы еще и десятилетия могу прожить, вот, по той жизненной силе, которую я в себе ощущаю. Но, опять-таки, вернемся к житию святителя Иоанна Шанхайского. В причастном тоже читали об этом. Пришел причащать владыка вместе со священником, да, в больницу. Один человек, умирающий в больнице, а другой такой, юноша лет двадцати, такой жизнерадостный, там шутит, на гармошке играет, и говорит, владыка, я вот этого человека хочу причастить. Не к умирающему пошел, а к этому юноше. Ну, оказывается, Бог ему открыл, что это та юноша в ночь предстанет пред Господом в эту ночь. А тот, умирающий, оказывается, выздоровеет, поправится еще много лет на земле, еще пробудет. Вот такие судьбы Божии. Поэтому не знаешь, ничего не знаешь, ничего ты себе не можешь сказать. Для нас это тайна. Только вот и надеемся и молим Бога, чтобы не внезапно наш этот смертный час застал, да, чтобы без покаяния, без подготовки так, и чтобы нам пройти с вами все вот эти предсмертные испытания. Они описываются в литературе, они известны. Вот, ну вот, помоги Господи. Ну, в общем-то, вот это я хотел вам сказать, чтобы так сильно не обременять вас. Вот, мне бы хотелось еще, с памятью так получила святитель Иоанна Шанхайского. Ну, как-то вот тоже у меня, ну, вот такая какая-то связь, какая-то нить духовная образовалась. Вот, одна семья, наши прихожане, вот, свидетельство и рассказ вот жены в этой семье о святителе Иоанне Шанхайском, вот, как-то более такую, ну, что только живым сделал для меня образ святителя Иоанна в моем сердце. Как-то я вот умилился так вот духовно, когда вот слушал свидетельства вот этой сестры. И мне бы хотелось вот ее сегодня пригласить, чтобы она тоже вот как-то поделилась с нами духовным теплом. Вот, поэтому это наша сестра Анастасия, да, и вот ее муж Михаил, это наши вот труженики. Вот, поэтому вот передаю слово нашей сестре, отца и сына, и святого духа. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Меня зовут сестра Анастасия Нестеренко. Я тружусь в отделе внешних связей в американском отделе. И когда я сюда пришла, я и помыслить не могла, что я найду вот ту глубину. И правильно говорят, что не мы находим святых, заинтересовываемся, начинаем читать о житии или книжку выбираем на полках. Это святые приходят к нам, и нам очень повезло, и нужно, ну, замечать вот эти вот знаки, когда святой стучится в нашу дверь. И таким образом в мою дверь постучался владыка Иоанн Шанхайский. И везде, где я есть, я стараюсь свидетельствовать, что он жив. Он вот сейчас на самом деле жив. Все вы, наверное, знаете слова в Акафисте, в молитве. «Аще и умрог, но жив есть». Эти слова он сказал своей духовной дочери Марии Шахматовой, которая его сопровождала в Шанхайе. Она все эти годы из Шанхая на островах Филиппинских, в Сироте Иоанна и в Сан-Франциско была директором приюта, где жили сироты владыки. И на второй день после своей смерти она увидела, ой, после смерти владыки Иоанна, она увидела сон, где он ей явился и сказал, «Скажи всем, что хоть я и умер, но я жив». И вот она передала, и владыка Лавр, когда писал эту молитву, он включил эти слова в эту молитву. И они ключевые. Потому что мне посчастливилось, и это по-другому не скажешь, владыка Иоанн меня приводил к себе в Сан-Франциско каждый год по два раза. Я не единственная сестра, кто там была, но, как отец Сергий сказал, что когда ты что-то испытываешь лично, есть какой-то личный контакт, то это особенное. И хотя владыка Иоанн умер в 66-м году, но когда я его узнала, когда я открыла Акафист и наш Акафист, в конце есть очень краткое житие. Потом я стала читать статьи, потом книги. Я почувствовала, как будто бы я его знаю, как будто бы это родная душа, и он меня коснулся. Естественно, я люблю и других святых, и знаю их житие, но вот этой связи я не испытывала ни с кем другим. И, как оказалось, это не случайно. Когда здесь, в монастыре, трудилась моя сестра, она трудилась за два года до меня, в 2014 году, я пришла в 2015, в конце. По совету старшей матушки, где трудилась моя сестра, матушки Анастасии Лашук, она ей просто по ощущениям, по чувству, посоветовала, когда она спрашивала про нашу семью и про меня, она однажды пришла и говорит, «Знаешь, Любаша, вот иди купи на складе иконку святителя Иоанна Шанхайского и молись ему о своей сестре». Она удивилась, а почему Иоанна Шанхайского? Вообще какая связь? Она говорит, а я не знаю. Он был пилотранцем и твоя Настя иностранка. И сестра послушалась, она купила эту иконку. И вот эти годы молилась обо мне, о чем я понятия не имела, потому что меня, наверное, это бы разозлило даже, если бы я узнала, что она за меня о чем-то молится. Когда я прихожу в монастырь, и брат Николай Староженко, мы вместе с ним учились, и вдруг увиделись, узнали друг друга, и он мне кратко провел вокруг монастыря. И первый храм, который он мне показывал, это да, в 15-м году строящийся, а это храм, мы строим Иоанна Шанхайского. Я так удивилась, думаю, чего тут строится храм какому-то иностранному святому. Имя легкое, а там дальше что-то непонятное, какой-то шанхайский. И вот это запало имя. Я его тут же забыла, вообще тут же. И каждый день идя на работу, и обратно, я думаю, в честь кого этот храм, в честь кого? И он мне не дает покоя. Вот хожу и думаю, в честь кого этот храм? И когда я пришла в ноябре, а матушка Мария Яковлева в начале февраля сказала, что вот, как бы планировалось, что я буду ездить в Англию, но так получилось, что заболело несколько сестер, и мне вот придется слетать в Америку. Это было так страшно. Я, конечно, не подала виду, потому что такая далекая страна, нужно ехать с чемоданом. Ну, посмотрите на меня и чемодан. Ну, какой чемодан мне? Я тут сама бы долетела, а тут еще с чемоданами, и как-то я так испугалась. И когда познакомилась с сестрой, с которой нужно было лететь, она мне сказала, что это в Сан-Франциско будет первая поездка. Таким вот удивительным образом самая первая поездка была тем эпогеем вообще всей моей жизни в монастыре. А остальные годы – это уже какая-то расшифровка, какое-то объяснение всего того, что произошло тогда, вот в марте 2016 года, когда я попала в Сан-Франциско. Я тут же позвонила маме, я стояла возле пруда, и говорю, знаешь, мне сказали, что я полечу в Америку. А куда? Я говорю, в Сан-Франциско. А мама знала Иоанна Шанхайского, он ей тоже так нравился, так был близок. И говорит, Настенька, ты же попадешь к святому Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому. И у меня вот, вот в честь кого этот храм, вот, и она мне посоветовала почитать про него. И вот тогда я открываю для себя просто, ну, такого святого. Я просто даже готовилась, когда к ним уехала, вот, представляла эту встречу. Встречу со святым, вот, как я подойду к раке, вообще, что я буду просить. И я не могла никак придумать, а что мне просить. Ну, нечего просить, серьезно, нечего, потому что еще попросишь, а потом тебе дадут, а еще не в той форме, а потом, вот, живи с этим. И когда я к нему приехала, я вот все как представляла, так и оказалась. Только рака была, мне представлялось почему-то слева, а она оказалась справа. И представьте, вот, Америка, да, у нас к мощам святым, да, часами нужно постоять к Святой Матроне, к Святой Ксении Петербургской, а там ты приходишь, и ты один в пустом соборе, который расписан вот просто от плинтусов до купола. Просто заходишь и, ах, потому что это такая красота, так красиво. Снаружи очень такое, да, снаружи все очень просто, а ты заходишь и вот в таком благоговении, и ты приходишь, и Святой весь твой, вообще весь твой. Если кто-то и зайдет, ты на две минутки отойдешь от мощей, человек поклонится и пошел дальше, и ты опять стоишь. И в Америке, конечно, очень много всего дозволено, да, то есть это у нас там, да, так не стань, быстрее пройди, то не трогай, это не делай, а там все можно, вообще все можно. И там в раке есть такое отверстие, почтовый ящик к Святому, где все оставляют свои просьбы, молитвы, имена, вот все, что нужно. И мой духовный отец, он рассказывал такую историю, что прилетели две австралийки, и одна очень почитала Владыку Иоанна, и она приехала, и вот стояла в соборе и писала письма, писала ему и ложила туда под раку. А вторая так, ну, молча просто, она уже потом это рассказывала, так удивилась, думает, ну, зачем они это делают все равно, вот кто это будет читать, вот зачем они тратят свое время. Ну, так бы попросила, и все. И ночью они остановились в гостинице, и она видит сон. Владыка Иоанн ей является, и вот так быстро к ней подлетает со строгим лицом, и говорит, я читаю каждое письмо, каждое. И вот так вот опять удаляется. Причем не благословил ее ничего, потому что Владыка обычно благословляет, в таком он всегда добром расположении. А это вот так вот строго ей сказал, на утро она писала письма. И вот потом уже поделилась с батюшкой о вот этом своем опыте и такой своей гордости. А вообще вот вчера всегда в Сан-Франциско престольный праздник празднуется в субботу, ближайшую к празднику. Я думала в этом году из-за воскресенья, что выпало будет воскресенье, но нет. Праздновали воскресенье, и вот Владыка Иаков, там местный, он епископ, сейчас правящий вообще архиерей на кафедре Иоанна Шанхайского, Владыка Кирилл Дмитриев. И Владыка Иаков, он говорил проповедь и рассказывал случай 14 лет назад, которого свидетелем он был, что у него была прихожанка, которая забеременела первый раз, и она пришла к врачу на УЗИ. И когда ей сделали УЗИ, ей сказали, что серьезная ситуация, что два эмбриона в одной амниотической сумке. Это значит, что они не жизнеспособны. И естественно, врач сказал аборт, нужен аборт. Слава Богу, что она такая была православная христианка и сильный человек. Она пока отказалась от всего этого, и вот пришла к Владыке Иакову. Он служит в другом соборе, который Владыка Иоанн Шанхайский купил до того, как они построили храм всех скорбящих радости, тоже в честь Божьей Матери. Храм Владыка Иоанн был очень близок с Божьей Матерью. И они отслужили молебен. Владыка Иаков, у него есть мантия Владыки Иоанна. И всегда на лое лежит икона, и она обернута этой мантией. Такое чувство, что Владыка сам стоит в мантии. И когда после молебна Владыка Иаков читает молитву, это или семья, или это один паломник. Вот один паломник, тогда ты становишься на колени, тебя накрывают вот этой мантией, и ты как будто бы в объятиях Владыки Иоанна, и над тобой читают молитву. Это просто невероятно. И если это семья, то вся семья становится на колени, и всю семью вот так вот покрывают мантией. Удивительно. И вот он отслужил ей молебен. И улетел из города на неделю. Через неделю он вернулся и увиделся с ней, и спрашивает, ну что? Она говорит, что пришла опять, вот буквально неделя прошла, пришла и настояла на другом УЗИ после молебна. И обнаружили, что у каждого эмбриона своя амниотическая сумка. Это невозможно. То есть это невозможно. На что врач, безбожник такой, сказал, что ну это медицинская аномалия. То есть у него, Владыка говорит, в его словаре даже нету слова чудо, к сожалению. И вот поверьте, вот эта вот Калифорния, вот этот весь берег, это вот как Содом и Гамора. Вот серьезно. Это вот та территория, которая ближе всего к быть наказанной за те вот грехи. Действительно, это ужасно падший такой штат. Впереди Америки всей. Но вот как удивительно, а там такой святой. Он просто уравновешивает. И знаете, я уверена, что он не оставил свою кафедру. Владыка Иоанн по-прежнему остается на кафедре западно-американской и Сан-Франциской. И он держит вот это вот все, вот это беззаконие просто своими святыми молитвами. Сколько вообще чудес описано в книгах, а сколько не описано. Сколько вообще вот происходит. На днях на горизонте я рассказывала про владыку Иоанна. Они попросили. И когда я вышла, я встретилась с одной из сестер, которая передо мной вышла, и она меня остановила. Мы обменялись телефонами, и она вот буквально вчера написала, что вот чудо произошло Иоанна Шанхайского. На днях одна из наших прихожанок, ее дочка поступала в колледж. И она поступила в очень престижный колледж на профессию, в которой очень сложно поступить. И химико-биологический какой-то колледж. И там очень большой конкурс. И они молились именно владыке Иоанну. И как вы думаете, когда зачисление? Сегодня? Сегодня? На День памяти? И вот понимаете, сколько вот таких историй. Я на сайте тоже рассказывала свои истории, можно почитать. Которые, знаете, когда это с тобой происходит, ты сразу не понимаешь, что это чудо. Потом уже, когда пройдет какое-то время, ты уже видишь действительно, как это. И когда приезжаешь в Сан-Франциско, там есть детский дом Тихона Задонского, который, естественно, уже не используется под значением. А там живут владыка Феодосий и романах. И служится тоже в воскресенье литургия. И там есть кабинет владыки Иоанна, в котором он жил и в которой нету кровати. Когда он только туда переезжал, кровать поставили ему. Но за ненадобностью, потому что это очень маленькая комнатка, ее вынесли. Там можно посидеть в кресле владыки Иоанна. Там можно потрогать его личные вещи, надеть очки и сфотографироваться. Я же говорю, это Америка. У нас бы, естественно, не дали, а то вдруг кто-то сломает. А там можно. Там стоит посох владыки Иоанна. Так удивительно. Николай, боже, как же его фамилия. Сейчас забыла. Отец Андрей, матушка Надежда. Забыла их фамилию. В общем, они русские, живут в Америке. Их матушки Надежды отец был иконописцем и художником. И вот после смерти владыки он написал портрет. Владыки во весь рост. В очереди канонизации добавлен был нимб. И он стоит в его келье во весь рост. Очень красивый портрет. И там он изображен со своим посохом. И посох тут же стоит в углу. И разрешают взять его тоже, сфотографироваться. И я вот встала и померилась. То есть владыка был чуть-чуть выше меня. Совсем чуть-чуть. То есть вот он такой вот был низенький. И представьте, он босиком ходил по Сан-Франциско. А Сан-Франциско – это действительно вот такие вот холмы. Я прошла один раз. По гуглу мне показывалось, что это 40 минут. Оказалось, полтора часа. Я еле дошла. Я еле дошла. Это так сложно. А на завтра я еле встала. Очень болели ноги. Потому что действительно ты идешь либо вот так вот в гору, потом с горки. И так вот постоянно. А владыка вот все это обхаживал. Если находился какой-то водитель, то он его возил. Но опять же, с владыкой было сложно. Потому что у него же дух. Он чувствовал. Сколько раз его возили в аэропорт, на станцию. И владыка едет. Заедем к этой семье. Владыка, вы опаздываете. Нет, заедем к этой семье. Только потом уже люди понимали. Сразу, конечно, раздражение какое-то. А потом понимали. После визита кто-то умер в этой семье. Или наоборот, кто-то сильно болел, выздоровел. На кладбище тоже так владыка приказал заехать. Опаздывает уже. Должен вылетать самолет. Опаздывает владыка. Летит. Он еще был владыкой западноевропейским. И постоянно летал к своей пастве в Сан-Франциско. До того, как его туда перевели официально. В 64 году. За два года до смерти. И владыка говорит. Нет, надо заехать на кладбище. Хорошо. Заехали на кладбище. Так еще того пуще. Оказывается, он не знал, какая нужна ему могила. Он начинает бегать рядами, искать определенную могилу. Этот человек, мужчина за ним. Что, владыка, вы опаздываете. Поехали. А потом нашли. Он ослужил быстренько, краткую литью. Он смотрит, а на памятнике оказывается сегодня день памяти этого человека. То есть сегодня он умер. То есть потом люди уже понимали. И что? И он успел на самолет. Он успевал везде. Или задерживался, или его ждали. Все это знают. И такие тоже интересные факты о владыке. Мощи владыки Иоанна Шанхайского были переоблачены в 2012 году. Есть фотографии. Все можно найти онлайн. Тоже как удивительно. Все волосы сохранились. Борода. То есть когда даже обретены были мощи в 1993 году, в октябре. Еще один день памяти. 12 октября, по-моему. День обретения мощей. Он был абсолютно света такого, как живой. Когда вскрыли. Хотя полностью истлело облачение. Полностью истлел внутренний гроб. А тело живое, нетленное. И потом это у них впервые было прославление, канонизация в Америке. Они не знали, как это. То есть все читалось по инструкции. Все делали. И говорят, что... Одни батюшки говорят. Что они использовали... Что обмыли тело, и поэтому оно потемнело. Другие говорят, что нарушили обещание владыки. Он просил, чтобы его мощи оставили в подземном этаже храма всех скорбячих радостей. Он себе готовил часовинку. И он завещал, чтобы оставаться там. А его не послушали и подняли в собор. Другие говорят, что именно из-за этого потемнело. В 12-м году было переоблачение. И вот в один из приездов отец Петр Перекрестов говорит, так это же ваше облачение. Я говорю, что серьезно? Он говорит, да, это в вашем облачении. Представляете? То есть какая у нас связь? Какая у нас связь? И отец Петр Перекрестов, это тот священник, который привез частичку мощей в 2008 году, которые вставлены в икону Иоанна Шанхайского. Что еще интересного рассказать? Ну, владыке можно молиться абсолютно обо всем. Я вот переписывала с одной американкой, и люди тоже воспринимают святых как узкоспециализированных врачей. То есть к этому врачу можно прийти только со слюной железой. Все. По остальным недомоганиям он тебе не поможет. Это же святые, я говорю. Ну, абсолютно по любому вопросу. Они же близки к Богу. Они предстоят ему и заступают за нашу вообще душу. И то, что мы просим, может, вообще это нам вредно. Вообще духовное надо просить. И Иоанн Шанхайский – это как Николай чудотворец для американцев. То есть когда они путешествуют, они молятся именно Иоанну Шанхайскому. Потому что сколько он налетал, это сложно представить. Владыка представился, когда ему было ровно 70 лет. В июне у него день рождения, 4 июня, а 2 июля его не стало. Одна из наших сестер, Мария Карась, она была и в Сиэтле, в том храме, где представился Владыка. Ее туда вот сводили. Я там никогда не была. И, знаете, Владыка может привезти нас куда угодно. Вообще куда угодно. Я это так почувствовала, что где я и где Сан-Франциско. То есть шансов никаких у меня туда не было попасть. А для него все возможно. На дно океана приведет. На самую высокую гору приведет. Лишь бы был смысл. Я еще побывала в тоже интереснейшем месте, в монастыре Германа Аляскинского, в котором Владыка Иоанн не был, но по чьим молитвам и благословению этот монастырь появился вообще на этой земле. И его основал Серафим Роуз. Тоже такой очень яркая фигура для американцев вообще. И готовятся они к канонизации иеромонаха Серафима Роуза. Это очень аскетичный монастырь. То есть если американцы уже серьезно в православии, то выжить там серьезно, даже на день-два приехать, очень сложно. Очень аскетично живут. Питаются очень скудно. Условия очень дикие, но дух, ну вот этот дух удивительный просто. И тоже мне очень нравилось читать чудеса и те истории, по каким вот чудесам и молитвам этот монастырь возник. Как тоже денег купить эту территорию вообще не было. Вообще не было. И так получилось, что Серафим Роуз очень, он почувствовал вот духом, что эта территория, вот он там хочет умереть. Именно не жить, а именно умереть. То есть это та территория. И это уже было после представления владыки. И они каждый день читали, по-моему, литию владыки, вот этой часовенки. И столько чудес было уже тогда. И Герман Подмашенский, это был друг Серафима Роуза. И вот он стоит, читает литию, он знает, что нужно купить эту землю, денег нет. И тут он слышит, как они спускаются, Серафим Роуз, какой-то батюшка спускается по лестнице. И он слышит, как этот батюшка предлагает Серафиму Роузу работу за 100 долларов в месяц. 100 долларов тогда это были другие деньги, тогда было намного больше. И он понимает, что этих денег будет достаточно, чтобы выплачивать ипотеку за ту землю. И потом, как они копали скважину, чтобы вода пошла, тоже денег абсолютно не было. Потому что это очень-очень много денег нужно было. И когда они наконец-то нашли эту воду, копать надо, денег нету, и тут им жертвуют на счет. Просто абсолютно рандомную сумму. Там, ну допустим, 14 987,12 центов. Ну то есть вообще там неровная сумма. И им выставляют счет именно на эту сумму. То есть не наоборот было. А именно пожертвовали сумму, а потом им выставили счет. Это все по молитвам Иоанна Шанхайского. Поэтому молитесь ему. Мы очень счастливы. У нас есть храм, и он тут действительно присутствует. Бывают периоды, когда кажется, ну все, Иоанн Шанхайский далеко, вот не чувствую. А потом вообще возвращается, и опять он настолько близок. И вот в этот престольный праздник, как никогда, владыка Иоанн дал знать, вот такие какие-то знаки, что я здесь, я не в Сан-Франциско. У меня было такое заблуждение, да, что владыка там, а когда ты сюда приезжаешь, все. Вот связи нету, все, вот нет далеко. Нет, он везде. И вот он мне дал это понять, вот с моим чудом, как мне подарили кулончик. Тоже я рассказывала эту историю вот на сайте. Поэтому владыка везде, поэтому молитесь ему. Он очень скоро в помощи. Спасибо, Господи. Ну, в заключение я тоже вспомнил такую историю. Владыка Иоанн, он иногда проводил ночью в молитве, перед какими-то ответственными событиями по дальнейшему строительству храма или началу строительства. И вот я вспомнил, вот я свое служение начинал в Свято-Лисеевском Лавридском монастыре. И вот последний год земной жизни с хиегумена Серафима Бочаркина, такой вот старец, узнаю историю, как начиналось восстановление, третье восстановление этого монастыря. Вот старец встал на молитву, он так сказал, Господи, не встану с молитвы, покуда не пришлешь спонсора, который даст необходимые деньги. Вот всю ночь промолился, и уже утром стук в дверь, открывает спонсор, который основную сумму на восстановление, на восстановительные работы все необходимые пожертвовал. Вот еще, вот перебирал я тоже за время моего служения какие-то вот такие случаи наиболее яркие. И еще один случай нашелся. Это вот о радости, в общем-то, история о радости обретения Бога душой. Вот это случай, чем он близок особенно, что человек, он прожил почти весь, почти весь земной путь, Бога не познала эта душа. Вот много, конечно, было греха, и человек попал в реанимацию. И уже вот все, вопрос решается, либо вот он уже уходит, угроза, что и без покаяния уйдет, либо все-таки вот Господь помилует. Помилует, вот, и у меня сродники вот этого человека, вот пригласили к нему туда в реанимацию, вот, ну, посмотреть, может, он перед этим все-таки дал такое согласие, уже был не против. И вот я к нему пришел, вот, и много там всяких подсоединено трубок к нему, и я смотрю, так уже по некоторым трубкам кровь уже поступает. То есть это что-то вообще нехорошее уже получается, то есть такая стадия у него уже разрушительная какая-то, уже такая запущена. Вот, и он исповедуется, первый раз в жизни исповедуется. И вот благодарю Богу, что я был свидетелем глубокого искреннего покаяния, настоящего покаяния. И после этого мы, наверное, гораздо дольше, чем проходили таинство, мы с ним посидели в него там в реанимации, и мы с ним просто беседовали. Было такое ощущение, что мы совсем с ним уже не в реанимации находимся. А где-нибудь там у него, может быть, в доме встречаемся, вот, за чашечкой чая беседуем. Вот, как будто это вот все уже не имело значения, вообще ушло, как бы, мы это не замечали. Я с ним общаюсь, но просто человек преобразился. Вот Христос живой в этом человеке уже присутствовал. После исповедания и причащения. Я сижу так, смотрю, самого зрения такое, и на него смотрю, и на себя смотрю. И вот искренне я вам говорю, что я себя почувствовал более больным человеком, более здоровым. Я говорю, знаете, у вас, ну, даже уходить не хочется. Так хорошо. Вот. Ну вот попрощались мы с ними. И потом уже узнаю, что на третий день уже он представился. Тоже такая история, очень такая утешительная для нас. Утешительная. Что бывает вот так. Бывает так, что Господь дает на закате уже земного пути, дает, бывает, такая милость Божия. Но там сродники молились за него. Молились и там в храм ходили. Вот. И, конечно, их молитвы тоже свою роль сыграли. Вот. Но это тоже такая милость Божия. Поэтому, знаете, у нас тоже есть причины переживать. Ведь среди нас, среди сродников, знакомых, есть такие люди. На сегодня посмотри, как они живут. Ну, вообще, никакой надежды на исправление. То есть там все как бы печально, все как-то мрачно, там темно. Никакого просвета не видишь. И переживаешь, боишься, что, ну, легко же человек может так отойти в вечность. И может быть вечное мучение открыться. Так вот, эта история, вот одна из, на тему то, чтобы нам с вами даже надо быть готовыми на такой крайний сценарий, вот подобно тому, как я вам сейчас рассказал. Может, Господь вот помилует таким способом. Простит эту душу, простит и отпустит грехи, и примет ее в своей вечной обители. Поэтому нам надо надеяться, надеяться и веровать уже до конца. Если уже не справляемся просить у Господа, Господи, укрепи. Это же в мамне проблема, это я уже не могу тебе довериться. И поверишь, что ты можешь в этого человека помиловать и спасти. Ты же гораздо больше хочешь его спасти и помиловать, нежели, когда хочу сделать я. Который человек, допустим, даже глубоко переживает. Вот, допустим, там родители и дети, да, и там дети, там бывают, вот там, ну, разрушительный образ жизни просто ведут. Поэтому укрепи всех нас, Господь, вот, в надежде, в вере, в уповании на Бога. Благодарим сестру Анастасию, вот, я как и ожидал, что сегодня вот с ее повествованием у нас как-то вот такое сердце совсем уже исполнилось, да, вот, благодати, вот, радости о Господе, об этом удивительном живом святом наших дней вдохновляет нас его пример. Все-таки верующему человеку, возможно, в любых условиях, в любых условиях трудиться, да, и с Богом оставаться. Вот, и вот, святитель Иоанн, конечно, в агрессивнейших бывалых условиях находился, там просто, это несомненно. Вот, и, ну, уповая на Бога, конечно, молясь Ему, вот, Господь нам даст по силам испытания, да, не попустит, чтобы нас, мы сломались, или нас придавили. Будем уповать на Господа. Субтитры сделал DimaTorzok